Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко и сегодня мы посмотрим, распакуем такую посылку в которой находится чехол для Xiaomi Mi 9T и прежде чем мы распечатаем вот эту вот посылку я покажу чехол, которым я сейчас пользуюсь это уже не оригинальный, не комплектный чехол и один из самых моих любимых чехлов из-за того, что он практичный, дешевый и надежный и вот этот вот чехол, да, он конечно габаритов придает но хороший плотный силикон, который закрывает камеру который выступает даже с поклеенным защитным стеклом бортики выступают немножко и все кнопки, все вырезы, все сходится вот смотрите, реально чувствуется, что он лежит на чехле ну и здесь наклеено еще защитное стекло дальше я пошел и взял всеми любимый, всеми известный наверное такой вот чехол, как жидкий силикон он там называется сейчас такое модное слово наверное, жидкий силикон и в чем заключается жидкого силикона суть в том, что это типа как обычный силикон но он более такой вот мягкий, более приятный софт-тач и внутри еще должен быть бархатистый мягенький, хороший так, ну первое впечатление то, что я только прикоснулся к нему да, честно, он приятный но запах у него, ему явно нужно проветриться но я так предполагаю, что это из-за того, что он просто-напросто лежал долго запечатан по цветам, цвета есть разные взял просто-напросто один для пробы это недорогой чехол посмотрю сейчас, буквально похожу несколько дней посмотрю, как он будет мне нравиться нет, но по первым ощущениям он просто шикарный вот это вот софт-тач, очень хороший есть такие же, как под оригинал идут но они идут в 2-3 раза дороже, чем вот такие вот чехлы и я могу сказать, что оригинал, ну практически они схожи но есть кое-какие нюансы а это, не знаю, стороннего производителя, не стороннего но в целом, смотрите, есть вырезы под камеру под каждый элемент камеры есть выступ небольшой для того, чтобы перекрывать ну вы знаете, даже без выступа камера перекрывается обычным вот этим чехлом однозначно вырезы под выезжающую камеру есть под разъем под наушники, микрофоны и прочее все есть и внутри, посмотрите, это бархатистый материал для того, чтобы не так царапался телефон в чехле все вырезы все есть давайте теперь оденем и посмотрим в таком вот чехле однозначно он станет меньше аккуратней ну да, смотрите, по камере здесь, конечно же, запас еще и какой большой оно, ну да, впрочем, практически нормально чувствует себя на столе единственное, что хотелось бы, наверное, вот в этой модели можно было бы реально обойтись без вот этого дополнительного ободка тогда ровненько все было бы хорошо, красиво а так, ну, немножко, небольшое покачивание, в принципе, есть на вот этом вот чехле такого нет, потому что он идеально ровно лежит, все отлично дальше по разъемам, ну, естественно, здесь порядок так, камера, давайте камеру посмотрим выезжающая камера наша так, что я вижу я вижу, что все хорошо, ничего не закрывает, не перекрывает смотрите камера не перекрывается ничем изображение не закрывается это хорошо да, замечательно я никаких нюансов, в принципе, не вижу камера не закрывается и что еще, я думаю, интересно будет есть ли бортики, выступают ли вот эти вот бортики над стеклом если без стекла, они однозначно выступают стеклом они не выступают ну, они, можно сказать, вровень, потому что пальцами я их чувствую, но, как вы видите, здесь телефон плавает реально плавает поэтому, я бы сказал, это, с одной стороны, небольшой недостаток но, в чем этот недостаток нивелируется он в том, что чехол действительно компактный удобный в руке, очень удобный здесь все скругления и он soft-touch, он не скользит давайте кнопки посмотрим кнопки есть нажимаются щелчок реально ощущается не просто так да, действительно, с этим как бы полный порядок ну и в целом, чехол мне понравился единственный минус, это его запах от которого мы, естественно, через день, а может быть, меньше избавимся и второй минус или не минус при использовании стекла стекло не выступает точнее, наоборот, стекло выступает за бортики бортики не выступают за стекло соответственно, если вы будете использовать без стекла данный чехол бортики будут выступать за дисплей самого телефона поэтому, если без стекла, то идеально он будет лежать на столе и так если он защитным стеклом то получается, что у нас стекло и бортики вровень, либо же стекло минимально возвышается над бортиками. Ссылки и на этот чехол, и на вот этот вот я оставлю в описании. Ко мне еще едут другие вариации чехлов от других фирм, разные внешне, разные по цветам, и вместе мы будем смотреть на них, тестировать, пробовать, что из них получается. Помимо этого, также еще другие защитные стекла в пути на него, поэтому вместе опять-таки будем смотреть на защитные стекла также. А такие чехлы есть в разных расцветках, яркие, классные, радужные, очень прикольные. Не только на Mi 9T, а и на другие модели. Поэтому по ссылке можете пройти и посмотреть сами, на какие модели, может вам он точно так же подойдет или понравится. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если видео вам понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим такие вот чехлы будут интересны и полезны. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.